4 апреля аристарк life сегодня начинаю новую рубрику будет называться она точнее называется успешный четверг да будем так будем разговаривать здесь о всем что имеет отношение к бизнесу как начинать его вести что какие инструменты использовать ну начнем по порядку по порядку хотелось бы начать с того какую нишу выбрать как определить ее для себя если я проснулся утром и понял что хочу начать свой бизнес в интернете свой бизнес в интернете может начать в принципе любой человек но далеко не каждый может сразу определиться в какой нише ему будет наиболее выгодно крайнейшим принесет больше всего прибыли чего начать это принципе частый вопрос который задает себя если не каждый второй то каждый третий человек который пытается что-то сделать в интернете для того чтобы понять чего тебе хочется начать нужно обратиться к такому понятию как хобби чем тебе больше всего в нравится заниматься собственно говоря эту тематику и выбираешь если уже и здесь настолько все сложно то тогда предлагаю следующий вариант как определить три темы которых на первом этапе ты сможешь опробовать себя приходишь ближайший книжный магазин желательно чтобы этот магазин был довольно таки широкого формата и чтобы хотелось бы чтобы вы в этом магазине были в первый раз поскольку если вы там уже были то естественно вы уже знаете где какой раздел находится и по большому счету это получится как вроде бы я хожу у себя дома и знаю что лежит и это не наведет вас на определенные мысли поэтому главный инсайт желательно большой книжный магазин незнакомый вам найти можно очень просто просто вбиваете в интернете адрес и по адресной строке ищите ближайший находящийся по вашему дому книжный магазин приходите туда у вас есть 15 минут для того чтобы определиться какие категории книг представлены в этом магазине как правило все книги расписаны есть указатели здесь отдел удовольствия литературы здесь техническая литература здесь психологическая историческая и так далее и тому подобное вы сразу осматриваетесь и бегло по каждому разделу пробегаетесь по названием книг все что нужно запомнить это то что вас зацепило прошлись по всем разделам и определили для себя какие три раздела вам наиболее интересны по названию всего лишь навсего по названию вы не заглядываете книжки вы читаете просто то что написано на торце книги выбрали для себя три таких раздела подходите к одному из разделов еще раз просматриваете полностью всю книжную литературу которая там находится и выбираете то название книги которая цепляет из этого стеллажа больше всего что вам нужно будет сделать вам нужно будет в течение 15 опять же минут эту книжку изучить как это нужно сделать вам нужно прочитать внимательно заголовок прочитать содержание книги почитать окончание книги и пробежаться полностью по главам и захватить определенные части которые опять же вам отложится в голове прочитать так вам нужно будет три раздела первом разделе допустим художественная литература вам понравилась там книга какая-то определенная вы ее за 15 минут таким образом прочитали подошли к следующему разделу допустим компьютерная литература взяли опять же понравившуюся вам книжку по названию и и прочитали за 15 подошли к третьему разделу примеру медицина взяли еще понравившуюся вам книгу по названию прочитали заголовок оглавление содержание бегло пробежались по страничкам 15 минут уложились все на этом закончилась ваша текущая задача то что нужно было сделать ну для особо одаренных которые пошли в кураж могут взять еще два раздела это поможет вам еще больше сконцентрироваться потом 22 других разделов и в итоге у вас будет тогда 5 прочитанных дней за 15 минут а еще забыл уточнить каждую книжку которую вы берете сфотографируйте на телефон просто титулку ее автор название книги что вам нужно сделать дома домой вы приходите у вас есть к примеру те три книги которые вы прочитали за 15 минут потратив на этом 45 минут в целом вам нужно сесть за компьютер написать название книги ее автора можете переписать с фотографиями фотография делали на телефоне и все что вы запомнили все что вы поняли или возможно в процессе написания домыслить составить обзор об этой прочитанной вами на скорую уроку книги таких обзоров у вас должно быть три и вот когда вы собственно ручник вы должны писать как можно больше даже если вы что-то там не 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 прочитали но вы понимаете что она там может быть пишите и так у вас будет три текста самый простой способ определить куда у вас больше лежит душа это зайти в статистику верда и посмотреть где больше букв текста было написано там где вы больше всего изложили себя это и есть ваша родная тематика ну по крайней мере может быть на определенный этап и в дальнейшем вам нужно будет работать с этой тематикой как быть дальше допустим вы определили что ваша это компьютерная литература и вы хотите здесь развиваться уже в определенных рамках компьютерная литература но тут вы тоже не можете понять где куда пойти много различных разделов что тут я вам посоветую сделать вы заходите в любой интернет магазин литературы и там уже по рубрикам выбираете книжки которые относятся допустим компьютерной литературе конечно каждый интернет магазин будет предлагать вам различную тематику можете подписаться те кто уже знает адреса интернет магазинов по книжной тематике пишите в комментарии после забру дополнительным дополнительной помощью тех кто смотрит этот ролик вы выбрав свою нишу находите список литературы которая представлена в интернет магазине она там представлена с коротким описанием вы полностью проходитесь по коротким описанием уже допустим по компьютерной литературе и выписывайте себе наристочек либо в тот же верт копируете вставляете копипастом те книжки которые по описанию вам понравились что делаете дальше ну естественно сразу вы не побежите и не будете заказывать а те кто располагает финансами то это будет полезно заказать литературу если такого не имеется что я предлагаю вы берете заходите в свой google аккаунт если его нету то это плохо нужно его создать заходите в google books есть такой раздел ссылка будет указана в описании и вбивайте название этой книжки как правило эта книжка там будет но она там будет для ознакомления в google books и очень удобно создано вы можете эту книжку почитать но она там будет представлена с вырезками то есть там часть одной главы часть другой еще встретить что вам по большому счету и нужно чтобы понять нужна ли вам эта книжка то есть там будет превью книги и приведом довольно таки немаленькое вы просчитываете чем больше книг тем лучше но возьмем для примера уже 10 книг 10 книг выбранной вами тематики вы находите в интернет-магазине вставляете копипастом название google books находите и прочитывайте эти 10 них далее три книги которые вам из этого больше всего зацепило это есть ваш мозговой штурм дальнейшем то есть желательно вам эти книжки купить и полностью их прочитать процессе чтения в google books и и уже живой книги у вас хотите вы того или нет начнут приходить в голову какие-то умные мысли и здесь очень важно для того чтобы этим мыслям не затерялись в потяных уголках вашего мозга как только уже проверено на себе как только мысль в голову пришла отложить время на книжку запишите ее либо в компьютер либо на бумагу потому что если вы подумаете при ну тут сейчас так интересно так интересно я запомнил я потом вспомню очень велика вероятность что вы потом не вспомните потом будете локти кусать вам пришла гениальная идея для вашего бизнеса в интернете а вы не можете вспомнить поэтому в процессе чтения всегда когда вас посещают умные мысли фиксируйте их на бумагу создать такой мозговой штурм лист листок куда вы будете записывать свои умные мысли потом на основании их и уже прочитанной литературы у вас будет складываться какой-то материал читайте больше записывайте своих мыслей больше и еще хочу вам посоветовать слушать радиостанцию есть записи не помню с какого радио можете найти поиском в том же гугле брендятинам там озвучивается история известных брендов порядка 40 50 минутная передача найдете в интернете все бесплатно для скачивания я практически все выпуски их там порядка двухсот уже переслушал это серьезный момент для шевеления чего-то у вас в мозгах это еще дополнительно поспорье к мозговому штурму когда вы слушаете у вас опять же что-то в голове происходит какие-то умные мысли наталкивается и вы можете кстати благодаря этим подкастом выбрать себе еще дополнительную какую-то другую нишу либо укрепиться уже выбранной вами поэтому читайте больше книг слушайте материалы брендятину рекомендую я скорее всего да брошу ссылку в описании записывайте и определяйтесь на все про все вам две недели я думаю это вполне справится а дальше действуйте как дальше действовать будет рассказом других выпусках спасибо если материал был полезен ставьте лайк если хотите быть в курсе всех других моих роликов подписывайтесь на мой канал